В прошлом видео я рассказывал о важности глюкозы и мы обсудили ее молекулярную структуру. В этом видео я хочу рассказать о том, как глюкоза используется в качестве строительного материала для более сложных сахаров, для более сложных углеводов. Вот здесь у меня две молекулы глюкозы. Мы можем пронумеровать атомы углерода. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И то же самое сделать со второй молекулой. Здесь у нас глюкоза в циклической форме. И мы с вами рассмотрим, что случится, если вот этот атом кислорода, я обведу его малиновым цветом, если вот этот атом кислорода использует свою свободную электронную пару, чтобы осуществить то, что в органической химии обозначается термином нуклеофильная атака на углерод номер один левой молекулы глюкозы. Почему такая реакция возможна? Потому что вот этот первый углерод связан с двумя атомами кислорода. Кислород очень электроотрицательный. Он притягивает к себе электроны из ковалентной связи с углеродом. Поэтому на этом атоме углерода образуется частичный положительный заряд. Этот кислород тоже электроотрицательный. Он притягивает к себе электроны от водорода и от четвертого атома углерода вот этой молекулы. Поэтому на нем будет частичный отрицательный заряд. Такой атом кислорода является нуклеофилом. Он будет притягиваться к а тому углерода, имеющему частичный положительный заряд. И его свободная электронная пара образует связь с этим атомом углерода. Тогда произойдет разрыв связи между углеродом и другим атомом кислорода. Оба электрона вернутся к а тому кислорода, и здесь образуется гидроксид анион. Скорее всего, этот гидроксид анион тут же присоединит к себе ион водорода. Например, заберет его из находящегося рядом иона гидроксония. И превратится в обычную молекулу воды. Вот эти электроны могут образовать связь с ионом водорода. Ион водорода – это протон. У него нет электронов, но есть свободная электронная орбиталь, готовая принять два электрона. И что же получится? Две молекулы глюкозы свяжутся друг с другом. Примерно вот таким образом. Важно не запутаться, где какая молекула. Вот этот атом кислорода теперь оказался вот здесь. И связь между четвертым углеродом и кислородом теперь оказалась вот здесь. А эта электронная пара образовала связь с углеродом. Этот атом кислорода будет теперь находиться вот тут. И эта электронная пара образовала связь с водородом вот здесь. Единственная разница, как видно из моего рисунка, вот этот атом кислорода теперь связан с первым атомом углерода здесь и с четвертым здесь. Первый углерод левой молекулы, четвертый углерод правой молекулы. Но кроме этого он остался связан с атомом водорода. В результате описанного процесса кислород останется связан с водородом. На нем будет положительный заряд. Здесь он был нейтральным. Но теперь он отдал оба электрона для образования ковалентной связи. Можно сказать, что он отдал свой электрон углероду, и теперь он заряжен положительно. А для того, чтобы ему снова стать нейтральным, было бы хорошо, если бы находящаяся рядом молекула воды запрала бы вот этот водород. Пусть это будет вот эта молекула, и она заберет вот этот водород. Затем оба электрона вернутся к атому кислорода, и атом кислорода станет нейтральным. Тогда что у нас останется? Этот атом водорода теперь будет связан с вот этим атомом кислорода. И здесь получится ион гидроксония. И это логично, у нас и раньше был вот здесь гидроксоний, он отдал нам водород. Гидроксоний и остался, водород присоединился к воде. Мы забрали один протон и отдали один протон. То есть обмен зарядами с окружающей средой получился равноценным. Но самое важное в этом процессе, что вот эти молекулы оказались связаны друг с другом. В результате реакции отделилась молекула воды. Вот эта область, этот атом водорода, этот кислород и вот этот водород. Вот такая реакция, в результате которой образуется более сложная молекула, более длинная цепочка из молекул глюкозы, называется межмолекулярной дегидратацией. Откуда взялось такое название? Процесс потери воды называется дегидратацией. А почему межмолекулярная? Потому что вода образовалась в результате реакции двух молекул. Иногда такую реакцию называют реакция конденсации. И в результате такой реакции из двух молекул глюкозы образовался дисахарид. Каждая молекула глюкозы была моносахаридом. Что означает это слово? Монос означает один, а сахарид происходит от греческого названия сахара, сакхарон. Слово сахар попало в русский язык из греческого. Когда где-то упоминается сахарид, значит имеется в виду что-то очень сладкое. То есть моносахарид переводится как единичный сахар. Термином сахарид обозначает не только простейшие моносахариды. Также могут обозначаться две молекулы, соединенные вместе. Кроме глюкозы, есть другие сахара. Фруктоза, например. И сахара могут выстраиваться в длинные цепочки и образовывать полисахариды. И все виды сахаридов мы называем углеводами. Итак, мы получили из моносахаридов вот такое вещество – дисахарид, который состоит из двух моносахаридов. И конкретно этот дисахарид называется мальтоза или солодовый сахар. В этом видео я хотел показать, как из простейших сахаров из моносахаридов могут получаться дисахариды. На самом деле межмолекулярные дегидратации можно провести и дальше – добавлять все больше и больше моносахаридов, таким образом получать все более длинные цепочки. Если продолжить составлять цепочки из моносахаридов, тогда мы попадем в мир полисахаридов. Это значит много простых сахаров. То есть много моносахаридов. Можно это представить себе таким образом. Допустим, есть некий кирпичик, в данном случае простой сахар. Но вообще такие единичные кирпичики называются мономерами. И если соединить вместе несколько мономеров, то получится полимер. Полисахариды – очень важные вещества. Если продолжить соединять молекулы глюкозы в длинную цепочку, то получится крахмал, который является запасным полисахаридом в растительных клетках. Это цепочка из молекул глюкозы. В ваших клетках для хранения энергии содержится другая цепочка из молекул глюкозы – гликоген. Это запасной полисахарид животных клеток. Эти макромолекулы, полисахаридные цепочки сделаны из простых сахаров, из простых моносахаридов. Они очень распространены в природе. Мы употребляем их в пищу и используем их в своем организме для хранения энергии. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них.